Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры, сегодня в среду, в день приполовения Пятидесятницы, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Иисус и рече, мое учение несь мое, но пославши гомя. Аще кто хощет волей го творите, разумеет о учении, кое от Бога есть. Или аз о себе глаголю. Глаголи о себе славы свои я ищет, а ища и славы пославши гаего, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисея ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона? Что меня ищете убите? Отвеща народ и рече, бесы ли имыши, кто тебе ищет убите? Отвеща Иисус и рече им. Едино дело сотворих и все девятейся. Сего ради Моисея даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от отец. И в субботу обрезайте человека. Аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев. Намяли гневаетесь, яко всего человека здраво сотворих в субботу. Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголах улуба нецы от Иерусалимлян. Не сели есть, его же ищут убите. И сей не обинуясь и глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Еда как разумеша князи, яко сей есть Христос. Но сего вема откуду есть. Христос же егда придет, никто же весть откуду будет. Воззвал уба в церкви уча Иисус и глаголя. И мне вести, и вести откуду есим, и о себе не приедох. Но есть истинен послав имя, его же вы не вести. Азвем его, яко от него есим и той мя посла. Исках уже да имут его, и никто же возложи на руки. И яко не убе пришел час его. Предлагаю прочитать этот текст вместе в русском синодальном переводе. В половине праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?» Народ сказал в ответ, «Небеслив тебе, кто ищет убить тебя?» И Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот Он говорит явно, и ничего не говорят Ему. Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете Меня? И знаете, откуда Я? И Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. В дни праздника Кущи Христос пришел в Иерусалим примерно в середине празднования. При этом Он сразу же вошел в храм и обратился к народу с проповедью. Присутствовавшие при этом иудеи переговаривались между собою и высказывали невольное удивление, как Он знает Писание, не учившись. В то время знание Писаний, то есть ветхозаветных книг, закона и пророков, составляло достояние лишь тех, которые приобретали эти знания в известных школах ученых-раввинов. А Христос, как это всем было известно, не был ни в одной из таких школ. А потому вопрос о том, каким путем Господь мог так основательно узнать Писание, оставался неразрешенным для книжников и фарисеев. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Зная, что Господь не учился ни у кого из более или менее знаменитых раввинов в школе, иудеи удивлялись знанию Писаний, которую он обнаруживал. Характерно, что они глухи были их содержание, его учения, а обратили внимание только на то, что он не учился. Это указывает на их презрение и враждебность Господу». Иисус сразу же разъясняет их недоумение, говоря, «Мое учение не мое, но пославшего меня». А удостовериться в божественном происхождении этого учения можно лишь творя волю Божию. Ефимий Зигабен поясняет, «Волей Божией называет здесь исполнение добродетели и внимание к пророчествам о нем, потому что добродетель очищает ум, а пророчество ясно учит». Вся эта речь Спасителя была обращена к начальникам иудейского народа, книжникам и фарисеям, но люди, не знавшие еще о замыслах своих начальников погубить Христа, в недоумении спросили, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Из ответа Господа следует, что исцеление расслабленного, совершенное им в субботу, все еще продолжало быть предметом толков по причине преувеличенного почитания субботы. Борис Ильич Гладков отмечает, «Говорил Иисус и раньше о том, что добрые дела можно делать и в субботу». Повторил он тоже и теперь, указав на обычаи евреев совершать обрезание в субботу, чтобы не пропустить установленного для того восьмого дня от рождения. Окончил свою речь он призывом судить о законе не по букве его, не по внешности, но по внутреннему его содержанию, по духу его, дабы осуждение могло считаться правильным. И действительно, все запреты и ограничения, которыми был обставлен субботний день, имели лишь одну цель – полностью переключить внимание человека с повседневности на то присутствие Божие, без которого невозможна никакая духовная жизнь. Истинный смысл субботы заключался в том, чтобы открыть человеку Царство Божие во всей полноте. Нам же, дорогие братья и сестры, нужно помнить, что, как тихо и незаметно Христос пришел на праздник кущей, так же действует Он и в жизни людей, терпеливо ожидая, когда каждый из нас признает в Нем Царя. А это значит, по собственной воле доверить свою душу Спасителю, не только слыша Слово Божие, но и слушаясь, то есть веруя во Христа и с любовью исполняя Его волю. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Господи!